Соблюдаются ли права граждан при задержании и во время следствия на территории Ивановской области? Насколько корректно ведет себя полиция в отношении задержанных? Эти и многие другие вопросы обсудили на заседании комиссии по развитию гражданского общества и правам человека под председательством Андрея Кабанова. Примеры незаконного задержания, применения пыток и насилия в отношении задержанных в Ивановской области – это единичные случаи. Однако адвокатскому сообществу есть в чем упрекнуть у МВД и следствия. Постоянно, каждый день от адвокатов поступает лично на мое имя или в устном или письменном виде сообщение о том, что происходит незаконное задержание или нарушены сроки задержания лиц, которые вызываются в органы внутренних дел. Нарушаются их права на свидание со своими подзащитными. Претензии председателя общественной палаты адвоката Олега Спиранского акцентированы на несоблюдении конституционных прав граждан. Например, не все знают, что до судебного решения лицо не может быть задержано более чем на 48 часов. В нашем регионе этим правилом пренебрегают очень часто. После задержания, как было правильно здесь озвучено, у них существует два пути. Либо их освобождают, и тогда люди очень счастливы, что их наконец-то отпустили. Либо у них возникают такие проблемы, которые по сравнению с двумя-тремя лишними часами задержания, собственно говоря, и проблемами не кажутся. По итогам работы комиссия адресовала правоохранительным органам целый перечень рекомендаций по корректировке их работы. В том числе оснастить отделы полиции, изоляторы камерами видеонаблюдения.